Всем доброго времени суток! Сегодня гадание на тему Как найти общий язык с загаданным человеком Гадание индивидуальное, а гадание для Ирины Ирина, мы спрашиваем у карт сперва Каково отношение загаданного человека к вам? Может быть оно как-то изменилось относительно прошлого раза? Следующий вопрос это Как разговаривать? С загаданным человеком Есть ли люди, которые стоят между вами? Есть ли какие-то внешние проблемы в ваших отношениях? То есть какие-то внешние обстоятельства, они связаны лично с вами? Есть ли внутренние проблемы, которые зависят именно от ваших межличностных отношений? Как разрешить конфликтную ситуацию? Что для этого делать? Совет карт вам и чего не может быть в ближайшую неделю, полторы в этих отношениях и что может быть? Что касается отношений, можно сказать, что данная дама считает, что вы очень эмоциональный человек, что вы действительно впечатлительная, что вы склонны к выражению такому чисто женскому чувств, что вы человек, который руководствуется именно не головой, а чувствами. И ей кажется, что вот эти игры, которые могут происходить в настоящее время и какая-то, может быть, легкая несерьезность в отношении, обусловлены именно тем, что вы человек эмоциональный. И однако она видит, что вы не склонны к кардинальным переменам. То есть она на сегодняшний день не боится вашего ухода и не боится того, что вы можете выкинуть. Она думает, что эмоции есть у вас, но эмоции не настолько сильные для того, чтобы совершить какой-то решительный шаг и все изменить в данной ситуации. Есть желание у человека с вами зарабатывать деньги, но это желание как-то человек не озвучивает или он, как вам объяснить, для себя самого еще не сформулировал, как это сделать. Вот денег хочу, а каким образом, не знаю, но готов ждать. Потом с точки зрения чувств здесь можно сказать, что негатива нет. Но есть какие-то разговоры, которые происходят у вас за спиной, то, что вам неизвестно. Но они не несут рокового для вас характера. То есть это разговоры на уровне каких-то таких бытовых, скажем так, делений впечатлениями, не более того. Намерения есть благоприятные. То есть человек, в принципе, надеется на то, что продолжаться работа будет. Это человек, в принципе, ну, наверное, хочет просто какого-то такого обоснования того, почему работа должна проходить. То есть человек хочет иметь надежду пояснения, почему он должен тратить свои деньги. То есть вот надежда на то, что траты не будут безрезультатными. Человек хочет убедиться, что выплачивая какие-то деньги, он поступает на 100% правильно. И вы должны дать эту уверенность. При этом человек никак не собирается вам помогать в этом задании. Потому что, ну, вот хочет, чтобы просто вы пришли, обосновали, за что деньги. Чтобы вы действительно дали понять, что все делается правильно на сегодняшний момент. И человек при этом не собирается никак участвовать в этом, не собирается помогать. Ведет себя человек, ну, не очень, скажем так, сейчас адекватно. Потому что здесь выпадает карта дьявол, которая говорит о каких-то зависимостях, об искушениях. То есть сейчас в поведении, видимо, из-за того, что вот эти тайные какие-то переговоры постоянные ведутся, то у человека возникло искушение какого-то поступка, какого именно в отношении вас. Ну, здесь у человека, скажем так, возникло желание самоутвердиться, проявить свою власть и по королю мечей сделать какой-то решительный шаг. То есть это нерешенный еще вопрос на сегодняшний день. Человек хочет работать дальше. Человек хочет знать, что правильно тратить свои деньги, и чтобы его при этом не затрагивали особо и не обманывали, и чтобы человек не участвовал в этом во всем, чтобы все работало само по себе. При этом можно сказать, что есть на сегодняшний день готовность к активным действиям, потому что вот из-за тех подковерных разговоров, которые были, ну, у человека возникает такое искушение очень уверенно с вами поговорить и как будто бы не начинать чего-то нового. Вот это сейчас есть. Как с этим бороться, скажем так? А бороться информационным подарком и объяснением того, что за последние месяцы происходило и какой подарок в денежном эквиваленте, в том числе, вы уже принесли этому человеку сегодня. Вот прямо сегодня и сейчас. Как вам разговаривать с человеком? Ну, и здесь карта говорит о том, что либо это перенесенный на другое время разговор, либо разговор такой, знаете, когда вы выжидаете в этом разговоре чего-то, и когда вы занимаете действительно позицию такого наблюдателя и выжидания. То есть пусть она скажет сперва, что бы она хотела, она появится сама, и вы будете, исходя из того, что потребует или скажет этот человек, уже тогда думать над своим поведением. В каком ключе, скорее всего, оно должно будет происходить? Вы должны будете сделать социально верный и правильный выбор. Вы должны будете вести себя очень культурно, очень этично, не допускать грубости, не допускать каких-то, скажем так, жаргонных словечек. Излишних шуток тоже не надо. Нужно разговаривать будет по-доброму, очень сдержанно и в рамках приличия. То есть абсолютные рамки этикета, за них выходить ни в коем случае будет нельзя. Есть ли люди, которые стоят между вами? И, в принципе, это ответ, который говорит нам о том, что таких людей, которые бы имели реальную силу для того, чтобы стоять между вами, нет. Потому что все в равновесии. Нет, карта отрицательная ложится по данной позиции. То есть нашептыватели есть, но такого человека, который реально стал бы между вами, не видно. Какие есть внешние проблемы в ваших отношениях? Внешняя проблема – это страх, периодически возникающий. Это означает, что вы, наверное, на сегодняшний день боитесь сделать выбор. Но вам нужно смириться с тем, что такой выбор, который сейчас перед вами маячит, он вам предстоит буквально по нескольку раз в год. Потому что вы находитесь в той сфере, где постоянно нужно какие-то межличностные рабочие решения одновременно принимать. Тем более, что это именно отношения с людьми. И здесь можно сказать, что вы действительно боитесь, может быть, проявить где-то свой профессионализм и очень, скажем так, культурно и официально поговорить с человеком. А человек, судя по прошлым раскладам, хотел семейного, мягкого, хорошего такого отношения. Но, по всей видимости, не то, чтобы с вами хотели этого общения, а такого отношения в коллективе. А от вас хотят профессионализма, чтобы вы пришли и сказали, я знаю, я умею, я могу делать и могу научить. То есть здесь надежда на вас, что вы разрулите все проблемы сами, и вы придете с готовым ответом. И этого не нужно бояться. Есть ли какие-то внутренние проблемы в ваших отношениях? Но здесь можно сказать, что по карте Отшельник, с одной стороны, это можно трактовать как отсутствие как таковых серьезных внутренних проблем, а с другой стороны, я могу сказать, что все-таки при докладывании дополнительной карты пятерки кубков проблема есть. Проблема заключается в том, что вот в этой внутренней проблеме очень много времени уделяется тому, чтобы обсудить посторонних людей и, скажем так, вести какие-то заумные разговоры, длительные и с обсуждением каким-то. От вас ждут, как будто бы, понимаете, не обсуждение, а дело. Но также можно сказать, что между вами на сегодняшний день не совсем адекватно налажен коннект. То есть о вас могут думать немножечко хуже, чем вы есть на самом деле. При этом сочетание Отшельника и Пятерки Чаш может говорить о том, что про вас думают как про хитроумного человека. Эмоционального и хитроумного, скажем так. Вот вам этот миф нужно разрушить, потому что, во-первых, чуть-чуть меньше эмоций давать и немножечко больше дать этикета такого вот. Ну, хотят они классику такую в отношениях. Они хотят в коллективе близких, дружеских и семейных отношений. Пусть они там будут с вами. Попробуйте повести себя по-другому, чтобы с вами не было вот этой дружбы и понебратства, чтобы наоборот был некоторый официоз в хорошем понимании этого слова. Но именно в хорошем понимании этого слова, а не с надутыми губами, холодное общение. И тогда, в принципе, расставание не предвидится по данной работе. Следующий вопрос у нас – это как разрешить конфликтную ситуацию вам, создавшуюся, и что для этого делать? Ну, вот здесь мы видим, что, конечно, есть переживания. И здесь мы видим еще и то, что вы сейчас самостоятельно сами плетете нить своей судьбы. Причем плетете вы ее из своих переживаний. Вам нужно принять единоличное, взвешенное, практически скучное решение. И представить результат, то есть вернуться к тем положительным моментам, с которых вы начинали. Вернуться туда и в одиночку решать данную проблему. То есть будете ли вы дальше работать, зависит больше от вас, чем от того человека, с которым вы разговариваете. Потому что именно от вас ждут решения всех проблем. Человеку настолько вообще не хочется заморачиваться, что даже вопрос о прекращении отношений не хочет принимать он сам. Совет карт. Совет карт. Придите и помогите. И поясните, что от вас есть доход. Назовите в цифрах сколько. Сделайте это по-доброму, официально, но очень, скажем так, кратко и концентрировано. То есть здесь не надо разливаться мыслью по древу. Вы должны прийти и четко, внятно в цифрах, можно на бумаге изъяснить, что произошло за последний месяц или за последние два месяца. При этом действительно на помощь не скупитесь и четко, ясно, внятно отвечайте на все вопросы. И более того, постарайтесь предусмотреть, какие могут эти вопросы быть. Я вам могу сказать так. В этих отношениях не будет полнейшего мира на ближайшие месяц-полтора, как мы загадываем. То есть здесь не будет какого-то, знаете, такого идеального состояния, когда вот абсолютно все хорошо в вашей работе, причем и работа выпадает. То есть вы даже своими руками не сможете вылепить идеальный мир. Но, тем не менее, вас может ждать вполне хорошее рабочее партнерство с этим человеком. Если вы сейчас поведете себя правильно, вот опять же, это без лишних эмоций, хорошее партнерство по работе. И при этом вам нужно будет поглядывать, когда подкрадываются вот такие неблагополучные ящерицы-драконы, чтобы вы были готовы к этим моментам и могли их предусмотреть. Поэтому, собственно, мы не видим здесь абсолютного прекращения отношений, но мы видим, что есть мутные какие-то события, когда эти события влияют на эмоциональную сторону человека, и они заставляют его делать какие-то, ну, порой не очень логичные поступки. И вы в данном случае должны убедить человека, что деньги платят не зря. То есть вы должны четко, внятно, абсолютно объяснить, за что деньги заплачены, что человек получил взамен, что он смог сделать за это время. То есть вот какие-то покупки совершить. Напомните о стоимости данных покупок, что данная стоимость является тоже той прибылью, которую принесли вы. И я могу сказать, что чисто по-женски, вообще колоду взяла действительно союз богинь, для того, чтобы смотреть отношения с женской точки зрения. Отношения могут быть абсолютно стабильными, они могут приносить стабильный доход, стабильную прибыль, но в них постоянно будут какие-то неясности, потому что у вас и у человека, о котором мы сейчас говорим, очень много каких-то действительно сомнений, очень много страхов просто из-за того, что неизвестно, что будет дальше. Так вот, для того, чтобы что-то делать дальше, нужен тот, кто разбирается в данном вопросе. Вот кто разбирается, тот и будет делать дальше, тот и имеет силу разрешать данные сомнения. Если этот специалист это вы, то вы должны действительно предпринять все действия, которые положено предпринять в данной ситуации, и просто-напросто человеку объяснить, за что платятся деньги, что за эти деньги человек получает, что на сегодняшний день уже получил, что стало лучше, что изменилось в данном деле. И просто, чтобы человек понимал, что да, вот все, что приобретено, оно фактически сейчас подарено вами, подарено вашим делом, вашими усилиями и вашей работой. То есть, фактически, это подарок судьбы сейчас для человека. Иначе бы не было абсолютно ничего нового из того, что вы перечисляли. Вот такой получился у нас расклад. Поэтому выбирайте, кто из вас специалист в данной ситуации, ну, кто специалист в руках того и лежит, возможность действовать и возможность принятия решения в данной ситуации. Я желаю вам, Ирина, удачи и до встречи. Всего доброго!